Уважаемые телезрители, начинаем передачу местного телевидения. Сегодня пятница, 11 февраля. Сегодняшнюю передачу мы начинаем с 13-й сессии Городского Совета Народных Депутатов, который прошел 8 февраля. На сессии приняли участие депутаты Городского Совета, все руководители хозяйств, предприятия, организации города, колхозов-совхозов района, председатели сельских советов, заведующие отделами, заместители главы администрации города и района. В сессию вел заместитель, председатель Городского Совета Народных Депутатов Фикус Нуриханович Карамов. С отчетным докладом выступил глава местной администрации и председатель Городского Совета Народных Депутатов Назир Загитович Зиязов. Вашему вниманию мы предлагаем выдержки из доклада. Надо отдать должное усилиям всех сидящих здесь народных депутатов, руководителей предприятий, колхозов и совхозов, проявляющих чувство высокой ответственности за настоящие и будущие районы, судьбу людей, трудовых коллективов. Нам удается избежать бесплотных, но терзающих, многие районы конфликтов между представительными и исполнительными властями, районными и сельскими советами, администрацией и руководителями промышленных предприятий, аграрного сектора экономики, производителями и переработчиками. Большими усилиями всего управления корпуса в районе создана атмосфера взаимопомощи, взаимоотмена между трудовыми коллективами, нефтяниками и строителей, с трудотруженниками полей и ферром, честно и добросовестно исполняет свой долг работники культуры, здравоохранения и образования. Это позволяет быстрее преодолевать кризисные явления, держать экономику на заданном уровне, успешно выполнять государственные заказы. Конечно, результаты нашей работы могли бы быть более весомыми, но, учитывая продолжение спада производства в стране или республике, мы сработали в 1993 году хорошо. С 1994 года. Год начался очень трудно. Нужна максимальная собранность, развитые чувства ответственности, организация дружной, совместной работы, взаимопонимания, чтобы сохранить достигнутый уровень производства, уровень и качество жизни людей, политическую стабильность, социальные и национальные согласия и гражданский мир. ...с подведения итогов работы Народного хозяйства республики за 1993 год. В докладе премьер-министра республики товарища Купсова Анатолия Яковлевича была дана положительная оценка деятельности правительства и территориальных органов власти в деле сохранения республики общественно-политической стабильности и создания необходимых условий жизни для населения. Правительство республики в прошлом году, вернее, работа правительства в прошлом году сводилась к четырём ведущим направлениям. Первое. Это недопущение обваливания свёртвана в материальном производстве, отдавая предпочтение агропромышленному комплексу. Второе. Так, национальный доход произведённый в республике снизился на 16%, а годовой объём промышленной продукции составил 82% к уровню 1992 года. Продолжается спад топливной промышленности, металлургии, машиностроения. Наиболее критическом положении сложилось на предприятиях допущей и переработки нефти по причине взаимной неплательоспособности. В аграрном секторе стоимость балловой продукции уменьшилась почти на 6%. Не добрано 85 миллиардов рублей, из-за чего недополучено почти 16 миллиардов прибыли. Мостаты падения производства могли быть ещё более значительными, если бы правительство республики с целью поддержки промышленного предприятия и аграрного комплекса не предпринимало крупные меры показания финансовой помощи в виде льготных кредитов и другое. Оказывалась помощь на поддержание социальной сферы. Значительная поддержка была оказана агропромышленному комплексу, куда по всем источникам и спецэта было направлено более 165 миллиардов. Удержать уровень производственно-хозяйственной деятельности, сохранить контроль над обстановкой. При этом в сфере материального производства должна без паники и растерянности, настойчиво и энергично вливаться в новые хозяйственные реалии. В сфере безработицы ввести режим жесточайшей экономии. В капитальном строительстве, сохраняя самые необходимые, нужно снижать инвестиционную нагрузку на бюджет и вписываться в плавные цифры финансирования. Объем промышленной продукции по району составил 92% к уровню 92%. В то время, как уже было отмечено, 82% по республике, а по России 84%. Практически не сократилось производство товаров народного потребления и производство продукции сельского хозяйства. Значительно возросли закупки сельскохозяйственных продукций в государственные ресурсы. В сопоставимых ценах объема промышленной продукции, выполненных работ и услуг по району достигло 59 миллиардов рублей. Коллективом НГУ «Краснохолмс» нефть добыто 3,5 млн. тонн нефти, в том числе сверхзапланированных объемов 127 тысяч тонн. Реализованы продукции на сумму 32,3 млрд. рублей. Получены прибыли в сумме 2,6 млрд. рублей. Капитальные вложения освоены более чем на 11 млрд. рублей, в том числе 5,5 млрд. на строительство. Только из объектов социальной сферы введено эксплуатацию 7 312 квадратов метров жилья, детсад на 280 млн. и многое другое. Действительно, район по праву гордится своими нефтяниками. Предприятие ускоренно достигло и прочно удерживает второй уровень добычи нефти в республике. Более 3,5 тысяч квадратов на семи нефти промысловах 12 месторождений введено в эксплуатацию, чтобы добыть 120 млн. тонн нефти. Деятельность предприятий широко способствует экономическому, социальному и культурному развитию в северных районах нашей республики. Хорошей город Яновул и сельские населенные пункты. Строятся жилье, детсады, школы, дома культуры и объекты здравоохранения. Значительна и весома роль нефтяников в оказании шерстской помощи предприятиям агропромышленного комплекса. Но, несмотря на стабильное выполнение государственных заказов, предприятие, как и обиднее нефти отрасль, не миновал финансовый кризис. Неплатежи нефтеперерабатывающих заводов за поставленные сырье, то есть нефть, достигли в январе уже более 12 млрд. рублей. Экономические и социальные последствия этого факта для предприятий и районов могут быть очень серьезными. Затруднится финансирование капитального строительства, буровых работ, приобретение оборудования. Невозможно будет производить расчеты по труду и социальным льготам. Предусмотрены комитетным договором. На предприятии до 1 апреля 1994 года вводятся чрезвычайные финансовые положения, предусматривающие жесткую экономию средств на обновление основных фондов, использование транспорта, разрабатываются меры для сокращения кадров. Вместе с тем, в 1994 год предприятию доведено задание добыть 3 млн. 126 тонн нефти, для чего нужно удержать объемы строительства на уровне прошлого года. Но если думать о перспективах, не могут оставаться в стороне вопрос автоматизации, совершенствования системы сбора и подготовки нефти, природоохранных мероприятий, развития социальной сферы. От коллектива требуется жесткий режим экономии, высокая ответственность, сплощенность, предприимчивость и полная отдача от каждого рабочего до специалиста. В свою очередь администрация района будет работать по своим каналам. Наша помощь нефтяникам должна быть многосторонней. Это и прямой выход на кабинет министров, на премьер-министра Копсова, организация прямых связей с поставщиками других регионов, содействие со стороны предприятий огромного комплекса. Отделу по труду и городскому бюро занятости с отделом кадров нефтяников необходимо безотлагательно начать решать вопросы трудоустройства освобождаемых нефтяников. Нужно буквально работать с каждым, никто не должен быть обойден. Кроме того, я обращаюсь ко всем сидящим здесь руководителям. Нужно проявить должное внимание и понимание нужным нефтяников во всех отношениях. Из года в год падают объемы производства на заводе строительных материалов. Если в 1992 году предприятие недопоставило целым потребителям 2,5 миллиона штук кирпича, то в 1993 году уже около 5 миллионов штук. Снижение объемов производства по сравнению с 1992 годом дошло до 76%. Несмотря на определенные улучшения хозяйственной деятельности, производство упало на совхоззаводе до 91%. Неэффективно работает районный хлебокомбинат. Естественно, что на этих предприятиях низкие качества продукции и относительно низкая зарплата, хотя за счет повышения цен этим предприятиям пока удается выходить из положения. Образоваться не может. Если серьезно не займетесь вопросами эффективности производства, изучением спроса на вашу продукцию, его качеством и ассортиментом, вам будет трудно выжать в условиях рынка. Отделу экономики и администрации нужно срочно и серьезно разобраться с этими предприятиями и совместно с руководством данных предприятий разработать меры по выгоду из создавшегося тупикового положения. Добрый пример адаптации к условиям рыночной экономики начинает давать предприятия по переработке сельхозпродукции. Так, на элеваторе производство выросло до 3 млрд 652 млн руб., что составило 133% относительно прошлого года. Усчитывая всевозрастающие спрос на комбикормах, на предприятии увеличили их производство почти до 25 тысяч тонн, с чем практически сняли остроту вопроса и решили обеспечение колхозов, совхозов комбикормальных полностью. На массо-сыркомбинате прирост производства достиг 120% к сравнению к прошлому. Предприятие активно ищет свое место на рынке, расширяет ассортимент, улучшает качество. Наверное, все уже заметили, хваленные заграничные сыры месяцами лежат на прилавках, а янаульский сыр быстро раскупается, то есть вполне конкурентоспособной продукции. Руководство предприятий не ждет подсказок из министерств, сама формирует новые экономические отношения с поставщиками сырья, то есть колхозами и совхозами. С текущего года начали выпускать свою продукцию, то есть колбасные изделия, янаульский мясоперерабатывающий цех. Покупатели продукции райпищекомбината, общественное питание янаульского райпо и качественная продукция хлебобулочных изделий Орсен году Краснохолм Снег. Воспроизводство основных фондов, объектов социально-культурной сферы зависит от уровня капитального строительства эффективности использования инвестиций. Общий объем капитальных вложений достиг 17,5 миллиардов рублей, в том числе более 2,6 миллиарда колхозами и совхозами. Как и в 92-м, так и в 93-м году сильно и устойчиво работали строительные организации. Наиболее весомый вклад в строительство принадлежит СУСЕМ, ТРЕСТОБАШ, НЕФТЕПРОМСТРОЙ. В Украине с данной эксплуатацией более 29 тысяч квадратных метров жилой площади, в том числе более 14 квадратных метров жилья построено именно индивидуальными застройщиками. К прошлому периоду показатель ввода жилья достиг более 118%. Кроме того, построена школа на 1246 мест, в том числе две средние школы на селе, детсад на 280 мест и три дома культуры. Почти в три раза по сравнению с 92-м годом возросли масштабы газификации. Проложено около 60 километров газопроводов, 750 домов получили голубое топливо. В деревнях колхозов имени Щапаева, имени Куйбышева, Горького, Поведа, Ленин, Нюлок, Коммунар, Урожай и Искра люди не нарадуются и благодаря строителей и газовиков. В 94-м году масштабы газификации должны возрасти минимум в два раза. Но для этого в хозяйствах тоже должны проявить большую расторопность именно с заключением договоров, подборами подготовки кадров, а ответственным администрациям настойчиво работать как с руководителем колхозов и совхозов, так и в республиканскими министерствами. Потому что газификация требует очень больших, огромных объемов капиталов вложений и не под силу только местному бюджету. Уменились стабилизация в некоторых качественных изменения в общественном животноводстве. Только 10 районов из 54-х в республике, в том числе и Янаульске, сумели сохранить уровень 92-го года по выращиванию скота и птицы. Колхозы и совхозы выполнили поставки мяса в госресурсы на 105%, по молоку на 118%, тем самым досрочно выполнили свои обязательные объемы поставки. Республика не предполагает никакого сокращения поставок силхозпродукции в госресурсах. Уже намеченные плановые показатели и их выполнение будет зависеть от одного наращивания производства и увеличения товарности. Производственный потенциал колхозов и совхозов должен давать более весомую отдачу. Кроме того, предстоит большая работа по обновлению основных фондов, замены комбайнного парка, молочного стада и другое. В этом случае мы тоже будем проводить жесткую политику с распределением из местного бюджета. Финансовая поддержка будет оказываться только тем колхозам и совхозам, которые будут выполнять планы по продаже зерна, мяса, молочи. Социальная политика администрации в Вестепсен году строилась в русле тех направлений, которые проводило правительство нашей республики. Она была направлена на поддержание достойного уровня жизни работающих при адресной социальной защите малоимущих. По данным выборочных исследований на промышленных предприятиях города показатель роста заработной платы почти не отставал от уровня стоимости жизни. Если уничтожить наличие своих садов и огородов, он подавляющее большинство семей рабочих служащих в городе поддерживался довольно высокий уровень жизни. Хуже обстояло дело в деревне, где во многих хозяйствах остается очень низкая заработная плата, несмотря на неоднократные повышения, в том числе и за счет местного бюджета. Но здесь велика роль личных подсобных хозяйств, крестьян, колхозников, которые все больше расширяются. Верховным Советом и Советом Министров нашей республики было принято постановление о дополнительных мерах по обеспечению социальной защиты недрудоспособного населения 1993 год и согласно которому социальная помощь оказывается недрудоспособному малоимущему населению в виде доплат к размеру минимальной пенсии до минимального прожиточного уровня. Многодетным семьям, имеющим четырех и более детей, производится компенсационная выплата в виде разницы между среднемесячным доходом на одного члена семьи и минимальным потребительским бюджетом. На эти цели из республиканского бюджета было выделено и израсходовано 62 миллиона рублей средств. Социальная защита оказывается малоимущим пенсионерам, одиноким престарелым людям, многодетним семьям, семьям, где один из родителей или оба инвалида детям-инвалидам, детям-сиротам. Материальная помощь этим людям носит единогременный характер. Такая помощь оказана из районного бюджета в сумме более 15 миллионов рублей. За счет средств местного бюджета компенсировали затраты инвалидам, отечественным участникам войны, пенсионерам, малоимущим за пользование газом, электроэнергии и топлива. На 8 миллионов рублей оказана бесплатная подписка на местные республиканские газеты. Также из республиканского бюджета было выделено более 6,5 миллионов рублей целевых средств единогременной материальной помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной войны ко дню победы участникам Сталинградской и Курской бюджетной войны. В нашем районе 13 735 человек получают пенсии по старости. В том числе повышенные пенсии получают 6 810 ветеранов, работающие в годы Великой Отечественной войны, а также более тысячи участников войны. Во всем руководителям предприятий, колхозов, совхозов, организаций не надо оставлять без помощи своих ветеранов. Любой ценой надо оказать поддержку. Я особо обращаюсь к всем вам. Возмещение разницы цены на молоко, хлеб, детское питание, лекарство и другое. На эти цели выделено более 500 миллионов средств. В охранении в 1993 году выделено 1 миллиард 138 миллионов рублей средств. Или 114%. Кроме того, изыскано дополнительно около 280 миллионов рублей на закупку современного, в том числе импортного медицинского оборудования. Подготовлена программа диоксин, планируется открытие центра по малоинвазивной хирургии, а также филиала центра микрохирургии глаза. В 1993 году произошло дальнейшее крепление материальной базы культуры и народного образования. К новому учебному году сдана эксплуатация средняя школа номер 4 в городе на 864 места, Каймашабарская неполная средняя школа, пристройка в средней школе номер 1, пристройка в средней школе номер 3. Строится Югомашевская, Варасьбарская, Судельская, Андрейская, Уракаевская школа. Продолжается строительство детских дошкольных учреждений на селе. Строится детсад в деревне Орловка на 50 мест, а в самом городе есть детсад на 280 НГД в Краснохолмске на днях примет первых воспитанников. Большая работа по реализации женщинно-коммунальных услуг. Благоустроительство микрорайонов, улиц, города и села год от года наращивает свой творческий потенциал, стараясь вполне удовлетворять возрастающие духовные потребности населения. Намеренно расширять объем работ по благоустройству, но наши совместные старания вполне оправдываются. Янаул по оценкам его жителей хорошо приобретает свое лицо малого города нашей республики. Тоже можно сказать и о многих сельских населенных пунктах. Благодаря большому росту индивидуального жилищного строительства и благоустройства стали привлекательны многие из села нашего района. Не случайно в последние годы резко возросло количество возвращающихся в родные деревни и вообще в наш район. Хочу остановиться о работе налоговой службы. Если дальше дело так пойдет, на самом деле вот, вот я несколько раз доказал уже и в самом мнении, кому положено, и даже президенту самому последний раз, ну, он очень нас правильно понял и подписал, но бесконечно так выгляните неудобно же. Поэтому, если очень трудно будет, нам придется вот взять на себя ответственность, лично, например, я готов взять такую адрес, чтобы нормально финансировалось народное хозяйство нашего района, все предприятия, организации района. это же свои деньги, почему так должно быть? Придется изменить кое-какие проценты. Мы увидели, что успех экономических реформ во многом зависит от эффективности работы местных органов государственного управления и самоуправления. В русле республиканцы экономических реформ предполагают повышение эффективности государственного регулирования экономики в комплексе мер повышения эффективности государственного управления в целом. Мы будем добиваться от руководителей всех промышленных перерабатывающих предприятий, коммунального хозяйства, сфер услуг, торговли, общественного питания, успешного функционирования всех отраслей производства в зимнее время. Люди не должны страдать от отсутствия тепла, перебоев снабжения электроэнергии, неустроенности их быта и большими очередями. Опираясь на правительственную поддержку, приведя в действие резервы организованности, нужно стабилизировать производство животноводческой продукции и успешно завершать зимовку скота. Всем колхозам и совхозам, фермерским хозяйствам, а в следующем предприятии нужно вести активную подготовку к весенним полевым работам, обеспечить все хозяйства семенами, техникой, удобрениями. Вся наша деятельность должна быть подчинена одной цели подготовить высокий урожай текущего года и обеспечить полновесную продажу геноводческого земного госресурсов. Для этого нам необходимо повышать управленческую культуру на всех уровнях. Профессионализм, дисциплину и ответственность за принимаемые решения, особенно большая ответственность за исполнение и осуществление этих решений в реальной действительности. Я хочу выразить твердую уверенность, что многосторонняя деятельность местной администрации в основном отвечает коренным вашим интересам и мы хорошо будем понимать друг друга и надеясь на совместную продуктивную работу и к текущему году. Спасибо. С добрым утром, уважаемые телезрители. Начинаем передачу местного телевидения. Сегодня среда, 16 февраля. Уважаемые телезрители, сегодня у нас в гостях начальник городского отдела внутренних дел, подполковник милиции Клим Шамсеевич Гарипов. Клим Шамсеевич, какова итоги правонарушения за 1993 год? Презрители, наверное, никого не оставляют равнодушным в состоянии преступности и других правонарушений. Усчитывая это, я хотел бы доложить вам, какого состояния и преступности и других правонарушений как в городе, так и районе. Следует отметить, что городским отделом внутренних дел в целом его отделениями и службами в условиях сложной криминогенной обстановки приняты ряд мер по усилению противодействия преступным элементам, укреплению правопорядка и законности, выполнению оперативно-служебных задач. уровень преступности на 10 тысяч населения составила 80 преступлений. Ну, это уж, как говорится, у нас основное мерило для сравнения. Это против 90 с половиной преступлений в 92-м году. Ну, здесь нельзя не отметить, что в целом по республике в 1993-м году уровень преступности на 10 тысяч населения было 120 преступлений. В районе совершено 9 умышленных убийств, 17 тяжких телесных повреждений, в том числе 3 со смертельным исходом, 4 изнасилования, 4 разбойных нападения и 14 грабежных. В районе совершено тяжких преступлений против личности, они те же, как и в прошлые годы, ну, в основном эти преступления совершаются в сфере семейно-бытовых отношений, на почве семейно-бытовых конфликтов, на почве пьянства, на почве пьянства. Ну, нельзя не отметить и такую вот опасную тенденцию, которая особо наблюдается вот в прошлом году. Вот несколько преступлений, тяжкие преступления против личности совершено в общественных местах. В преимущественных преступлениях у нас уже в течение ряда последних лет составляет 75-80% из общего количества преступлений. Количество краж государственного и общественного имущества с 72 выросли до 98 или на 36%, в том числе краж из объектов торговли с 26 до 39 или на 50%. Но основная причина краж как государственного общественного так и краж из объектов торговли те же как было и раньше. Если возьмем из объектов торговли это отсутствие какой-либо охраны, неживой охраны, отсутствие сигнализации. с учетом роста цен за услуги охраны объектов в какой-то мере хозяйственного руководителя конечно можно понять, но оправдывать наверное нельзя. Отказались в последнее время от услуг нашего отдела вневедомственной охраны. Создали ведомственную охрану но все же такая охрана не обеспечивает сохранность собственности. Вот поэтому эти виды краж растут растут и как я уже отметил особенно из объектов торговли особенно из объектов районного потребительского общества. Но с нашей стороны конечно меры принимаются по предупреждению и профилактике этих видов краж. В конце года из 235 объектов торговли дополнительно было обследовано 193 из них 17 повторно. Было выявлено что 187 объектов вообще не охраняется нет ни живой охраны ни сигнализации не издана под охрану отдела охраны 31 объект в крайне ветком состоянии и подлежит закрытию но соответствующее предписание акта руководителям торговых организаций нами вручено но соответствующая мера имеется ввиду адекватная вот такая сложная оперативная обстановка пока с их стороны не принимаются несмотря на то что кражи личного имущества граждан снизились на 30 процентов в том числе из квартиры почти наполовину они продолжают оставаться одними самых распространенных видов имущественных преступлений мы еще конечно в какой-то мере не оправдываем их надежда в этих вопросах но с другой стороны конечно населению со своей стороны тоже надо принимать меры по обеспечению своей личной собственности году мы приняли под охрану 50 квартир граждан и надо сказать что ни одной из них не совершено краж количество краж и угонов автомототранспорта это тоже серьезная проблема в прошлом году совершено 30 угонов автомототранспорта ну вот в связи с резким ростом этого вина преступления в городе назрела острая необходимость организации платной стоянки тем более мы на большой дороге на дорогах интенсивное движение в городе останавливается транзитный транспорт водителям негде оставлять вот они наночь остаются в нашем городе ну сами конечно могут устроиться в гостиницу а транспорт под охрану сдавать или оставлять на стоянке такой возможности не правительство предъявляют нам претензии за то что не только беспокойно но и небезопасно на улицах и других общественных местах в прошлом году в общественных местах было совершено 28 преступлений в том числе на улицах 19 ну с учетом этого мы уплотнили наряды патрульно-постовая служба на улицах и других общественных местах и уверены что все же относительно мы говорим что у нас вообще будет спокойно мы пока гарантировать не можем это не только от нас зависит но относительно сравнительный порядок наверное в общественных местах все же мы будем пандем функционируют два социально-профилактических центров это в общежитии в этом году мы будем считать первый микрорайон это вот южное счастье города и при общежитии кирпичного завода это северное счастье города это второй микрорайон слов о состоянии преступности среди несовершеннолетних омолаживается преступный мир в прошлом году несовершеннолетними или с их участием совершено 32 преступления это на 35 процентов меньше чем позапрошлом году но структурой преступления сохранилась тенденция роста каростных преступлений в отдельных весах составляет 91 процент в положении в прошлом году главу администрации была утверждена программа предупреждения профилактики преступлений среди несовершеннолетних эта программа уже работает эта программа разработана не только для нас и по его исполнению должно работать и школа просветительные учреждения и спортивные организации Клим Шамсевич а вот каково отношение пьянства ко всем этим правонарушениям ну пьянство у нас как и раньше является основной причиной совершения большинства преступлений и других правонарушений но последнее время этот вопрос выпадал из поля зрения я не скажу что из нашего поля зрения я имею ввиду из поля зрения общественности общественности и ну отрицательные результаты не дали себе долго ждать вот раз преступности начиная 85-го года в какой-то мере наверное обусловлен именно упущениями в этом вопросе в этом вопросе но по нашему району я могу назвать такие цифры в прошлом году 122 преступления совершено в состоянии алкогольного опьянения в отдельных весях составляет 45 процентов но в соответствии с указами от 21 сентября прошлого года нами принимаются соответствующие меры в какой-то мере вот эти цифры наверное и результат нашей более активной работы больше выявили водителей управляющих нитрим состояния больше удаляли пьяных с общественных мест они могли стать и объектами преступления и сами могли совершать преступления будем считать что все же немало преступлений а если уже связано с водителями немало дорожно-транспортных происшествий мы предотвратили предотвратили обстановка на дорогах района продолжает оставаться сложной в прошлом году на дорогах города и района совершено 58 дорожно-транспортных происшествий при этом погибло 12 ранено 59 человек я вот назову буквально несколько организаций где соответствующая работа по профилактике дорожно-транспортных происшествий не ведется вот в прошлом году выявлен задержано водителей в управляющих транспортно-минитрим состоянии вот из РАИПО 13 человек в 92-м году было только 6 водителей ПУЖКХ или как мы проще называем Камхоза 11 водителей в прошлом году было 3 вот если сравнить вот водителей управления технологическим транспортом задержано 9 человек я уже назвал РАИПО 13 ПУЖКХ 11 человек конечно с количеством транспорта несравнимо вот это более 1000 единиц транспорта ну в РАИПО наверное сотни то же самое и в Камхозе сотни раз меньше это говорит об уровне работы по профилактике профилактической работы среди водителей Килимшем Килимшем Сеевич безнаказанность порождает новые преступления какова раскрываемость преступления правонарушения городским отделом внутренних дел вы правы говоря о том что именно безнаказанность порождает новые преступления ну мы юристы говорим что это принцип неотвратимости наказания ну что я могу сказать буквально несколько цифр общий раскрываемость преступления в прошлом году по городу и району составил 71% проще говоря из 10 совершенных преступлений в городе и районе 7 раскрываются и 3 к сожалению остаются нераскрытыми соответственно совершившие их преступления безнаказанными в том числе раскрываемость тяжких преступлений составляет 88% это на 8% выше чем 92-м году и по линии уголовного раска составляет 67,3% это на уровне по сравнению с 1992-м годом в целом же в прошлом году остались нераскрытыми я еще раз говорю к сожалению 112 преступлений и основная их сейчас это кражи государственного общественного и личного имущества граждан нам понятно недовольство и о некоторых случаях даже возмущение людей по поводу того что преступники не понесли ответственность согласно закону учитывая это с нашей стороны принимается мера получения раскрываемости укрепляется аппарат уголовного раска следственный аппарат от которых в основном зависит состояние раскрываемости повышается в этом роль других служб ну не не в оправдании я скажу что раскрываемость селом по городу и району на 10 процентов выше чем по республике высказываемые высказанные и высказываемые в наш адрес справедливые упреки населения мы понимаем что наша работа пока не удовлетворяет население они ждут нас большего большего но с учетом того что все же общественность уже лицом поворачивается к вопросам профилактики преступности и других правонарушений учитывая то что мы уже намного больше получаем поддержку со стороны администрации города есть уверенность все же в этом году в этом году обстановка несколько стабилизируется а в дальнейшем есть такая надежда все же преступность и другие правонарушения пойдут на снижение ну будем в этих вопросах оптимистами спасибо большое желаем вам и вашему коллективу крепкого здоровья успешной работы и как можно меньше правонарушений в новом 1994 году спасибо каждый из нас ежедневно является потребителем печатной продукции и наульской типографии помимо сложившегося в нашем сознании стереотип о том что типографии печатают газеты здесь также выпускают всевозможные буклеты этикетки плакаты удостоверения бланки печатают даже монографии и диссертации печатание газеты теперь немного пожалуйста о сегодняшней вашей жизни где вы сейчас работаете если можно немного о вашей семье после окончания Нижнеотерийского педагогического института вернулись сюда и наульский район работаем четвертой школе я работаю учителем трудового обучения супруга Эльвира Фархатовна работает учителем химии воспитываем дочь Гульсина Зимфер в этом цехе трудиться двое афганцев которые служили в составе ограниченных войск представьтесь пожалуйста Афганистан я Афганистан когда друзьями собираешься у меня друг афганистан мы постоянно каждый день встречаемся с ним он тоже в Янауле он тоже в Янауле в соседнем доме живет почти каждый день друг к другу заходим но бывает ну не стараемся вспоминать короче да лучше не вспоминать а вы как считаете почти так же вот вы теперь работаете в строительном монтажном управлении СМУ Краснохолм нефть сколько лет вот в этом управлении работаете я с 92 года а ты а я с сентября 86 года и как вот решаются ваши жилищные жилищные вопросы ну к моему счастью я сюда поступил ну недолго ждал короче подозрел квартиру у вас есть семья у меня у меня семья сын растет как ему скоро 7 в апреле Ильдус а у тебя как у меня пока еще не решился должен должен решиться а сколько лет вот работаешь что это управление больше это нефтяное управление что я два года а здесь больше года и закончил техникум да закончил техникум весной а семья у тебя есть есть ребенок год и три месяца на квартире живем вот вы уже много лет работаете в этом строительном монтаже управления как вам работаете вот в этом коллективе как ребята кто-то к вам относится люди которым есть я работаю вот здесь в цехе да они очень хорошие мне нравится здесь работать короче да вот ты меч работаешь конечно можешь сказать то же самое я здесь меч работаю но коллектив мне нравится нравится да коллектив хороший ребята если вот на такой вопрос если бы вернуться к тем годам и стояло бы право выбора перед вами участие и неучастие в составе ограниченных войск конечно это был приказ вы должны были исполнять если все таки было право выбора что бы вы выбрали наш вид я затрудняюсь ответить на этот вопрос конечно ну тогда был приказ да но сейчас я бы не пошел бы наверное туда не пошел бы да Ильдус как ты считаешь я бы если в эти годы я не пошел бы я по своей дурости пошел писал за рапорт ты сам захотел да я сам захотел сам захотел ну в те годы мы тоже вот писали отправить рапорта писали отправить в действующую армию я сам в действующей армии не участвовал я просто строитель обслуживал ну как говорят делал все возможное чтобы хорошо жили эти эти люди вот которые участвуют в боевых действиях строил им казармы столовые и тому подобное ребят а вот участие в боевых действиях участие в составе ограниченных боевых в Афганистане изменило ли ваши взгляды на жизнь да в коренном образе вообще в какую сторону в хорошую в хорошую сторону наверное да в хорошую сторону жить хочется уже ну хочется все беречь и дружба наверное дружить хочется со всеми не хочется вступать в комплект в комплект с другими людьми вот просто и наверное вас сильно трогает вот если несправедливость по отношению к кому-то это наверное после Афганистана очень сильно чувствуется да сильно чувствуется мне не сильно чувствуется я потому что может от того что там друзья стал может ну мне самому лично или натура такая сильно чувствуется обид этого чужого человека своего друга это мне сильно чувствуется или вот ты сказал участвовал в боевых действиях а там много друзей наверное у вас осталось да из 30 мы 30 зашли за 2 месяца 8 вышли во время вывода это было потому что и служба у нас такая была в разведроте было так в 10 раз разведрота было ну вот теперь Афганистан хотим мы того или нет это было теперь уже не вернуть тех мертвых друзей нужно помнить а вот теперь ваши отношения вот мы постоянно видим по телевидению как происходят бои в Грузии в Армении Таджикистане вот вот теперь что бы сказали по этому поводу если я не был женат сейчас я туда поехал бы написал бы рапорт поехал бы так же потому что тот дурц который у меня был так и остался но сейчас семья жена ребенок Нарфив как ты считаешь я трудно мне представить что люди вот сами себе выбирают эту войну сами себе навязывают в те времена Афганистан это еще простительно можно сказать да это чужая страна а вот это вот наш как сказать союз наш союз разваливается это очень горько на это смотреть конечно я не одобряю эти войны конечно спасибо чтобы больше не видеть такого из нашего района через войну Афганистане пришлось пройти 94 солдатам и офицерам пятеро из них не вернулись один пропал без вести вчера 15 февраля в 11 часов местного времени состояло исчезновение воинов афганцев их родителей и родственников тех кто не вернулся с войны были возложены венки к памятнику воинам интернационалистам родителям воинов сложивших голову на далеке чужбение местной администрации была оказана единовременная материальная помощь отгремела война которая унесла десятки тысяч юных жизней но она надолго останется в сердцах тех кто участвовал в ней потерял сына брата отца друга или мужа вечная им память татарстан радиусының бош бихарире орын басары бар қонатлар топшырын әзірлөйши хам олып барыши оқташы біз резин нұрулин мәдениет сұрайында району біздің қызықлы түрлі өзмішлі кішіләрі білен ұшырашу кечесі ұзыра кешеде татарстанның популяр жершісі ұзықы мұстафин ұшырашу кешесі мәдениет фонтасынасында өзіріліп татарстан радиусы дұлқынында 25-ші февральді эфир ғашы ғашы кеше 20 сағатті башлана рахимет әгіз Өтім нашы передача кончыны до свидания дәследуйші встрече сау ғылығыз